Приветствую вас, друзья! В моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о довольно необычной и перспективной криптовалюте, которая будет интересна в первую очередь блокчейн-разработчикам, но также сможет привлечь и криптоинвесторов к своим экономическим потенциалам. Данная криптовалюта называется Kusama или сокращенно KSM. Ее разработала та же команда, что и занимается созданием другой известной криптовалюты Polkadot. И, собственно, функционал блокчейна Kusama Network во многом идентичен блокчейну Polkadot. Однако Kusama Network является не каким-то сторонним форком Polkadot, а представляет собой своего рода тестовый полигон для блокчейн-разработчиков. Но тут стоит сразу оговориться, что блокчейн Kusama Network это не просто тестовая сеть, какие бывают у других криптовалют, а именно самостоятельный блокчейн со своими валидаторами и своей криптовалютой. Ее разработала та же команда, что занимается созданием другой известной криптовалюты Polkadot. И, собственно, функционал блокчейна Kusama Network во многом идентичен блокчейну Polkadot. Однако Kusama Network является не каким-то сторонним форком Polkadot, а представляет собой своего рода тестовый полигон для блокчейн-разработчиков. Но тут стоит сразу оговориться, что блокчейн Kusama Network это не просто тестовая сеть, какие бывают у других криптовалют, а именно самостоятельный блокчейн со своими валидаторами и своей криптовалютой. Это довольно интересная концепция, потому что по сути Kusama Network представляет собой более рискованную и продвинутую версию Polkadot, на которой тестируются различные новые решения, планируемые в будущем для добавления в главную сеть Polkadot. Ввиду этого в блокчейн Kusama Network имеется множество прорывных и даже иногда революционных функций, которые, однако, могут нести некоторую угрозу для сети. Именно поэтому их сначала проверяют на блокчейне Kusama, а потом при удачном результате тестирования внедряют в Polkadot. И это касается не только самих функций сети, но также и всех дабс, то есть децентрализованных приложений, которые создаются на ней. То есть, если какой-либо сторонний разработчик хочет создать необычный блокчейн-проект, он может использовать для этого тестовый полигон Kusama Network с его расширенным функционалом, а позже, доработав и протестировав свой проект, перенести его уже в блокчейн Polkadot для постоянной и долгосрочной работы. Тем более, что стоимость обслуживания смарт-контрактов и вообще проведения транзакций в Kusama Network обходится дешевле, чем в Polkadot. Поэтому к услугам данной сети часто прибегают молодые разработчики, которые хотят проверить какие-либо свои идеи, но не хотят сильно тратиться на них. Или же наоборот, очень крупные проекты, которые хотят сэкономить на этапе тестирования и первоначальной разработки своего проекта. Сам же процесс переноса проектов из Kusama Network в блокчейн Polkadot выполняется довольно просто. Потому что, как я и говорил в начале видео, код этих двух блокчейнов является практически идентичным. Теперь же давайте обсудим экономическую составляющую данной криптовалюты. Поскольку Kusama Network является именно самостоятельным блокчейном, а не просто тестовым придатком в сети Polkadot, то и все транзакции в ней оплачиваются не монетами DOT, а собственной криптовалютой KSM. Монета KSM в данный момент представляет собой крайне перспективный актив. Как минимум, сейчас на момент создания данного обзора, она входит в топ-50 рейтинга монет на криптовалютном агрегаторе CoinMarketCap, имея суммарную капитализацию почти в полмиллиарда долларов США, что является крайне мощным показателем для довольно молодой криптовалюты, которая была запущена только в 2019 году. Цена же одной монеты KSM составляет порядка 50 долларов. Такие высокие экономические показатели, как мне кажется, обусловлены крайне опытной командой создателей, которые до этого успешно запустили сеть Polkadot, а также реальной востребованностью тех функций, которые предлагает сеть Kusama Network для сторонних разработчиков. Ведь все наслышаны от частых взломов блокчейн-проектов с последующей кражей оттуда миллионов долларов. Поэтому многим разработчикам гораздо выгоднее и безопаснее развернуть свой проект сначала в тестовой сети Kusama, а после уже перенести его в Polkadot. А также наверняка определенная доля спроса на монеты KSM складывается из-за возможности пассивного заработка на ней. Ведь майнинг в наше время является крайне сложным, А годных монет для получения пассивного дохода от стейкинга на рынке имеется не так уж и много. Поэтому пользователей привлекает сеть Kusama Network, в которой можно без особых проблем зарабатывать на стейкинге по алгоритму Nominated Proof of Stake, который работает подобно D-Boss. То есть в Kusama Network вы можете как создавать свою полноценную ноду для стейкинга, так и делегировать свои монеты в уже готовую ноду и получать долю от ее дохода, самому не парясь о технической стороне данного вопроса. Купить же монеты KSM в данный момент можно на большом количестве криптовалютных бирж, включая такие топовые торговые платформы, как Binance, OKEX и Bitfinance. А особенно учитывая высокие суточные объемы торгов, почти в 100 миллионов долларов США на данный момент, покупка не вызовет у вас никаких проблем. А если вы захотите более подробно узнать о данной криптовалюте, то сделать вы это сможете на официальном сайте разработчиков, ссылку на который я оставлю в описании под этим видео. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам, профита! Пока-пока!